Ребята, а давайте попробуем набрать под этим видосом 15 тысяч лайков. Главного игрока, у нас Мертенс, да, у меня супер игроки вообще. Слушай, ну повезло нам с пиками, это, конечно, повезло ничего не сказать. Вот у Кира там Неймара, Криштиан, ну вообще не подкручиваем ни разу. Ну ладно, как бы там ни было, у нас Мертенс, схема моя 4-3-2-1, у Артемия 4-2-2-2, вторая. В принципе, я готов стартовать, я выписал игроков. Все, выписал две фамилии, я их показываю тебе. Вот такие вот они красивые. Давай, давай, мочи. Так, на позиции ЛФА, точнее ЛФД, у меня стоит игрок из серии А, бразилец Дуглас Коста. На позиции РФ у тебя стоит кто? Братец Эдена Азара, того игрока, которого мы запишем к тебе, Торган Эзер. Я понял. Слушай, вот мне интересно, а ты тупой? Нет, вполне себе. Нет, ты не тупой? Я умный. А какого хрена ты ставишь РМа на РФа тогда? В смысле? Ну, в прямом, типа. У тебя ЛМ и РМ эти самые. Я буду машнить, я буду машнить. Мы же как можем ставить, типа, да? ЦП может идти на опорника или цапника, правильно? Цапник, соответственно, на центр форварда или ЦП. И ты поставил левого полузащитника на ЛФа, правого полузащитника на РФа. Как же вот так вот, Андрей Панда и Фикс? Ща, подожди, у меня синий экран смерти в голове, подожди. Пойдем по другому пути. Я просто поменяю схему на 4-3-3. Потрясающе, блядь. Просто охуенно. Ну, классно. Окей, ты поменял схему, я поменяю игроков, которых я выписал. Секунду. Бля, подожди, я въебался в стену. Да, не отрицаю, подожди, сейчас чем придумать. Все, все, все. Не-не-не-не, Джейпдюм, оставляй 4-3-3. Все, я пошел тебе на встречу, оставляй 4-3-3. Зачем мне идти на встречу, блядь? Потом в комментариях нас ажжут, ты же знаешь, блядь. Все, все, брат. Вот две выписанные фамилии. Бля, подожди, давай перезапишем, если хочешь, ну типа... Нет, не, смотри, вот Дуглас Коста и брат Азара. Пожалуйста, убирай обоих. Ну, если ты не крыса, ты оставляешь 4-3-2-1 свою и ставишь двух бронзовых игроков изначально, потому что ты затупил. Окей, хорошо, играем по твоим правилам. Какие мои правила? Ты имеешь в виду общепринятые правила пиква составов? Да, хорошо, общепринятые правила. Я убираю двух этих футболистов и ставлю бронзы. Окей, хорошо, я обосрал. Супер, отлично, отлично, отлично. Ну что ж поделать? Правильно. Блин, ребята, вы посмотрите, какая психологическая атака там, что была проведена. Я человека задезморалил, еще и состав ему угробил. Сволочь ли я? Пишите в комментариях, ребята, справедливо это или нет, блядь. Я считаю, что это справедливо. Ты проебался, ты получил за это, ну, понес за это ответственность. Но, чтобы тебе не было так обидно, еще раз вот показываю в камеру твой портрет. Любите ли вы АПЛ-ку так же, как люблю ее я? Если да, то вы просто не можете пропустить мероприятие Boxing Day, которое началось, собственно, вот буквально вчера. Тем более, что в России есть официальный представитель, который транслирует все матчи АПЛ. Око Спорт, ребята, приложение, которым я пользуюсь уже на протяжении долгого времени, соответственно, и вам того советую. Это безумно удобный сервис, пришел домой, лег, включил Око Спорт и все. Все матчи Full HD АПЛ у тебя на телевизоре. Просто какая-то магия. А если ты в дороге и у тебя нет возможности глянуть на телевизоре, пожалуйста, ты это можешь сделать на телефоне. К тому же, сейчас для новых пользователей доступна подписка на 7 дней всего лишь за 1 рубль. Поэтому не упусти свой шанс, переходи по ссылке в описании и смотри АПЛ-очку Сока Спорт. На правом страйкере у меня стоит нападающий из Интера Лаутаро Мартинес, 86-й, аргентинец. А на позиции левого цапника у меня стоит незамысловатый выбор в виде Лоренцо Инсинья. Ну, Инсинья ты убираешь. Ну да, это был довольно очевидный вариант. А насчет правого форварда, я, конечно, раздел. Я там тоже ставил форвард из Интера, я такой, Лукаку, Лукаку, Лукаку. Это, ну да. Если я Сильвера поставлю, ты не против будешь? У него рейтинг 65, это на 1 побольше, чем у Бронзы, поэтому... Окей, окей, окей. Так, я готов назвать. Начну слева. Да, у меня стоит бразильца серия А, Аллан. Не знаю, насколько это читаемый вариант. Наверное, самый читаемый из всего возможных. Дальше у меня Горецко посередине и справа Кимих. У-у-у, блин, слушай, вот Горецко, Кимих, это тут... Аллан убирает, да? Международная негадана вбахла, но Аллана, да. Да, это было очевидно. Аллана! Так, окей. Полсоставы печарных. Ну, сейчас ты меня тоже ем, не переживай, давай. Говори. А, показываешь фамилии? Да, показываю. Начну справа налево. А, насчет правого цапника, тут у меня, конечно, небольшой трибют к моему прекрасному другу, товарищу Стасу Малиеву. Там стоит Алехандро Гомес. Папу Гомес. И на позиции опорников у меня стоит, возможно, неожиданный гиперлинк. Но, тем не менее, там это уйди и рабьё. Ну, короче, смотри, я выписал твоего любимчика Дебаву. Выписал любимчика Стаса Гомеса. Так. И, мать уйди. Соответственно. Неплохо. Неплохо, брат. Бук челик. Поздравляю тебя. Да, спасибо. Хороу. Спасибо, я хороший. Да, весёлые склады у нас встречаются. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Давай. Справа Клостерман, слева Вендал. Вау. Смотри, вероятно, что ты попал в моего правого защитника крайне мало, потому что там стоит Клостерман. Нет. И на левом защитнике у меня стоит Альба. Нет. Оставляю и того, и другого. Три сёрнамы, которые я читал на моем папке. Смотри, три фамилии, братик. Вот такие вот, честность я скажу. Спойлер. Стрелял в левого центрального защитника. Только в него? Ладно, хорошо. Тогда я его сразу тебе назову. Это карточка Лига Европы путь к финалу Диего Сантос. Диего Карлос. Точнее. Из Севилии, который, что ли? Справа у меня стоит Филиппо и на воротах Нетто. Неплохо. Карлоса убил. Бля, ну ты нахуй, что ли? Я выписал ударами Литао, Карлоса и Маркиниша. Я как раз подумал, что ты попробуешь сыграть на том, что я якобы не знаю этого лоха. В принципе, можешь ты у меня тут выбить кого-нибудь, но тем не менее. На позиции левого центрального защитника у меня стоит Серхио Рамос. На позиции галкипера у меня стоит Ореоля. И на позиции правого ЦЗК у меня стоит Конате. Как ты думаешь, кого я угадал? Я думаю, что угадал Конате и Ореоля. Ты абсолютно прав. Убираю ни того, ни другого. Да, составчики у нас веселые будут сейчас. Так, в общем-то, собираем составы и пойдем сражаться за три очка. Я вынужден, на самом деле, отдать тебе респект, потому что ты реально достаточно много футбиков угадал. Хорош. Да, ты тоже, как бы. Но первые два-то я намошнил. Ой, бля. У тебя Адриан Лопа стоит на ворота. Да, это бронзовый калкипер. Блин, пока что у меня стабильная распасовка между бронзовыми типами. О, рабьё. Ой. Блин, бронзовый чел забегает. Неплохо, Серёжа Рамос, тебя обоссали только что. Просто всё в таком диком... Эээ! Ээ! Авария! Ну всё, ну бывает всякое. Не, ну это классика. Вот так вот. И сходу отсюда! Бля, ну это просто же говно ударно. Что это такое? Это бронзовый тип, да? Сейчас я уже не могу определиться. То ли это PandaFX был на острие, то ли Виталя Ждан. На! На. Неплохо. Хорошее начало. Кто тебя забил? А за... Ой, удары 55! Ребята, ну теперь можно и намошнить, что это серебряный игрок. Да. Ой, всё, началось. Ты мне разрешил. Не было такого. Не было такого. Если я Сильвера поставлю, ты не против будешь? Эээ, давай, хорошо. Не было такого. Но это... Блин, это Клостерман. Не понятно, что он... У меня АФК этот видел, стоял Робьё. Пожалуйста. Это вообще просто что... Фуууу. Хороший простил, брат. Спасибо большое, друг. Офсайда. Офсайд! Нет, не было! Не было офсайда. Прикинь. Это дубль серебряный... Это из-за Клостермана. Это из-за Клостермана. Что это? Я был уверен, что там офсайд. Офсайд. Сори был. Это из-за Клостермана, который почему-то очень низко опустился там. Ну слушай, серебряный бист, 55 удары, дубль. Так, ну это кик-офф стопудовый. О, нет. Блин, зачем слевой пробил? На! Фуу, ребята, вот это прыжок. Плохой удар был. Вот это прыжок. Ой. Мертенс! Ой, хорошо! Страшно! Блин, вот сейчас, кстати, легла ему на внешнюю сторону стопы. Звучит как проблем. Ахуеть, я в шоке. Спасибо. Эээ, ты чё? Бля, ну это просто чувак. Ты чё? И в одно отсюда... Вышли, ребята, вышли. Хорош, бронзовый. Я в шоке, блядь. Что это за отбор такой? Да как вы, блядь, отбираете так мячи? Фабиану Алвес, блин. Ебать, who the fuck is that? Это бронзовый тип с физухой 80. С два. Вот он. Да как, блядь, это хрен? Ну это же полный идиотизм. Ну чувак, у него физуха 82. Ну и что теперь, блядь, все? Он теперь голы забивать будет мне, или что? Это что такое? Это... Пожалуйста, забей! Спасибо, господи. Ну это было хорошо. Ты что, рофлишь, блядь? Охуеть. Каждый раз, когда я играю за бронзовых челиков, я прям чувствую, что это бронзовое, если не деревянное. Каждый раз, когда против меня какая-нибудь залупа начинает играть, просто новый веера, дешевая версия, там. Ах ты, Андре Гомес, ты чёшь? С каждой секундой мои шансы на победу улетучиваются и тают. Ну подожди. Дай бог сейчас, может быть, получится хоть что-то выудить, ну да. Поздравляю, брат! Поздравляю! Спасибо. Ты хорошо играл, жалко только что. Мои челиксы просто вообще полные нули. Да. У меня лучший игрок матча серебряный этот лист. Ну что, ребята, такой вот матч получился. Ну и сейчас перебираемся на канал Forza Resora. Ура! Посмотрим, что там будет происходить на его канале. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, Артемис, за матч. Sorry. Если чё. Супер. Не, интересно. Супер играть. Классно. Всем спасибо. Ставьте лайки и ставьте комментарии. Всем пока. Пока.